Всем большой привет! Меня зовут Юлия, я очень рада видеть вас на своем канале. Обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Но сегодня с вами пойдем в магазин низких центров Светофор, посмотрим новинки и ассортимент город Курск, первый светлый проезд. Желаю вам приятного просмотра! Друзья мои, вы просили меня показать стул высокий, софтлайн он называется, из эко-кожи, 1044 рубля он стоит, 90 копеек. Заметила, что здесь есть он в двух расцветках, серый и бежевый, очень красивый. В общем, смотрится он очень хорошо, смотрите, вот полоса такая, прострочка есть на спинке. И в целом замечаний плохих по нему не встречала из отзывов. Красивый серый такой же каркас, и на бежевом стуле такой же, и в основном их как-то у нас в городе, например, по Светофорам хорошо разобрали. А здесь просто заметила, что их много, да еще есть бежевый оттенок, решила вам сразу показать. Поэтому обязательно присмотритесь, давайте переснимем, посмотрим поближе. Видно, что эко-кожа, в принципе, натянута все хорошо, выбор есть, мягенький. Поэтому присмотритесь, ценник действительно бюджетней всего. Мы с вами были в мебельных магазинах, там они от 4000, такие стульчики примерно. Пластиковая обувница, 870 рублей, размер 512 на 185 на 380. Здесь она есть в открытом варианте. Очень красиво ее нарисовали в комбинированном цвете, то есть вот 4 штучки, если вешать, белый и черный оттенок. Но в данном случае у нас только черные везде. Знаете, конечно, хотелось бы верить, что прослужит она достаточно долго, потому что, ну, пластик не особо такой прочный. Ее уже покупают, я все-таки надеюсь, что привезут и в белом цвете. Так, знаете, если повесить, я думаю, что любая стена выдержит. И для каких-то, например, тапочек, для домашней обуви будет самое то. Я заметила, что здесь их много, то есть, если покупать сразу и повесить, к примеру, 4 сразу черных, будет вообще классно. И можно создавать какую-то свою систему хранения. Поэтому присмотритесь, все это очень удобненько. Давайте покажу вам поподробнее информацию, какая здесь у нас указана. Инструкция на сборке на обороте. Ну и сам кармашек, скорее всего, все-таки подойдет для какой-то домашней обуви, не для уличного варианта. Знаете, такой стиль больше как эконом. Рядышком у нас здесь поддон универсальный, также для обуви может служить. Стоит всего лишь 75 рублей, 37 на 70 сантиметров. И мне кажется, что сейчас они дизайн придумали поинтересней. По крайней мере, смотрится получше, чем предыдущий. Даже вот такое вот отверстие, как типа для ручек есть. И мне уже, в принципе, писали, что многие ставят для корма домашним животным. Ну, достаточно большой. Можно ставить, конечно, около двери. В черном цвете. Мне кажется, что можно было бы сделать и в каком-нибудь белом или коричневом оттеночке. Было бы плюс. Сушилка для белья здесь есть. По-моему, это самый бюджетный вариант из всех, что мы с вами встречали, за 582 рубля. В общем, уже отзывы поступали на эту сушилку. Конечно, слишком много она не выдержит. Знаете, такие все-таки, ну, скажем так, механизм не очень, скажем так, прочный. Но у него и заявлено, что нагрузка 15 килограмм. В принципе, какие-то мелкие вещи, футболочки и что-то подобное. И давно вам не показывала, потому что у нас их не было. Таблетки для посудомоечных машин. 60 штук по 207 рублей. Уже писали отзывы многие, что их, в принципе, покупали. И хороший результат. Все хорошо отмывают. Без пятен и разводов. Ну и самое главное, что здесь, например, указано, что не остается на посуде. Ценник тоже вполне приемлем. Друзья мои, еще один предмет для кухни, для дома. Это вот такая подставка для посуды настольная. Размер 39 на 25 на 12 сантиметров. Очень здорово, что здесь сразу с поддоном, который вытаскивается беленький. В общем, как отсек есть для тарелок, так и для кружек. Единственное, для столовых приборов нет, да, стаканчика какого-то. Но в целом выглядит очень хорошо. И я данную подставку у нас вообще нигде не видела. Только здесь, в магазине, она есть именно в этом. Единственный минус, что я не вижу, сколько она стоит. Но магазин бюджетный, я думаю, что будет непроблемно узнать, если что, это на кассе. Поэтому присмотритесь, если кто-то ищет такую сушилочку. Подвесить, как я вижу, ее нельзя, только вот если на стол поставить. Давайте посмотрим, что здесь есть из посуды новенького. Тут вообще много всего бывает интересного. На данный момент есть набор стаканов. Они не полностью, видите, цветные, а только донышко у них цветное. Очень хорошо сделаны. Производитель указано, что гусь хрустальный. Их здесь много. Хорошо очень разбирают. Они хорошие по качеству. Называется палитра этот набор. Стоит 160 рублей. 6 штук их в наборе. Смотрите, снова привезли щеточки. Кстати, хорошие бюджетные варианты. Очень дешево они стоят. Под 40 рублей за одну. Утюжок называется. Форма удобная. В руке держать их очень комфортно. И щетина достаточно жесткая. То есть для любого дела подойдет отлично. Мне писали, что берут их даже не только для ковров, а также чистят ванные. Поэтому смело могу их рекомендовать. Ну а цвет бюджетный. И можно еще и по корпусу по цвету выбрать. Так, тут у нас салфеточки для уборки. Тоже многие покупают. 25 на 30. Вискозные. 15 штук в упаковке. Можно их встретить разные по цвету. Губки для мытья посуды за 17 рублей. 10 штук в упаковке. Маленькие, конечно, по размеру. Но кто любит их часто менять, например, как я, я с удовольствием покупаю. Выкидываю, достаю новенькую. Ну и так далее. Кстати, как-то мы купили вот такие пакеты. И могу сказать, что они меня не разочаровали. Я имею ввиду по своей плотности. Хорошие нам понравились. В рулоне указано их 500 штук. Но единственное, что мне писали, что кто-то их считал. И там было 250 или 300. Но, в общем, явно, не как заявлено в рулоне, 65 рублей стоит. Я не считала. Вот поэтому не могу сказать, конечно. Хотя, вот если вот так посмотреть, на первый взгляд кажется, что вот здесь побольше. Но точно утверждать, конечно, не могу. Озвучиваю вам лишь отзывы, которые мне присылают. Спасибо вам большое. Кстати, каждому, кто всегда откликается, пишет отзывы. Мы помогаем друг другу. Здесь у нас пакетики для мусора с завязками. На 35 литров 30 штук в упаковке. 40 рублей. И рядом лежат еще пакеты. Они уже, по-моему, немного другие. 50 штук в упаковке на 80 литров. По плотности. Вот эти тоненькие. А вот первый вариант, мне кажется, чуть прочнее. Вот. Вторые стоят 61 рубль. Разбирают. У нас везде по городу в магазине Светофор воздушный пластилин. Везде я вижу только ценники и пустые коробки. А здесь он есть. Хотя тоже вижу, что разбирают здорово. 3 плюс по возрасту. Смотрите, в какой подарочной упаковке он продается. Думаю, что многие знают, что это такое. 48 упаковок по 10 грамм. Инструменты для лепки. 3 штуки. И я считаю, что вообще это отличный набор. В общем, это такой же пластилин, как обычный. Только он мягенький. Его не нужно долго малышу в руках растирать, чтобы что-то слепить. Вещь замечательная. Присмотритесь обязательно, у кого детки. И еще мне нравится вот такая вот скатерть-разукрашка. Она многоразовая. Веселые дракончики в данном случае. А вообще они были разные. Вот, например, играй, изучай и раскрашивай. Были, помню, что алфавит. Также цифры. Вот джунгли. Ну, в общем, знаете, интересная такая тема. Могут сразу несколько деток раскрашивать. Ну, и все-таки потом это все протереть и снова раскрашивать через какое-то время. Стоит всего лишь 99 рублей. 1100 на 3600. Это ее размер. Достаточно большая. На полу можно даже. Или на большом каком-то столе. И еще такая новинка, такой товар, где я нигде не встречаю, кроме этого магазина. Это столбик-когтеточка. 380 рублей. 30 на 30 на 55 сантиметров. Вот он, этот столбик. Это когтеточка для кошек. Производитель у нас вот указан. Покажу вам поближе информацию более подробную. И хочется сказать, что очень приятная данная штука. Давайте покажу вам, как она крепится. А, вот здесь вот она не видно. Просто вставляется туда и закручивается. И все. Очень мягкая поверхность, приятная. Сам столбик достаточно твердый. Ну, конечно, нужно смотреть по размеру. Точнее, по высоте. Может быть, кто-то предпочитает повыше, если котик уже большой. И есть еще на выбор вот эти вот меховушки. Вот это основание, квадратик. Есть, видите, желтый цвет, оранжевый. Был еще черный. И если я... А, вот даже бордовый есть, смотрите, и серый. Все они есть. Можно посмотреть и выбрать. Вещь замечательная. И ценник, ну, бюджетнее всего, наверное, здесь. Ну, а на заднем плане лежат лежанки. Как бы это ни звучало для животных. Также за 397 рублей. 55 на 50 на 12 сантиметров. Вот они. Лежаночки. Ну, их уже начали к нам поставлять во все магазины светофор. Они разные по цвету. И я вам уже говорила, что качество просто замечательное. Удобно, что подушечка вытаскивается. Вижу, что там есть и в красном цвете они. Давайте поближе покажу. На канале каждый день много новых подписчиков. Поэтому, если что-то дублирую в своем обзоре, особо не ругайтесь. В общем, могу сказать, вещь просто замечательная для животных. Думаю, что подойдет как для кошек, так и для собак. Также хочу вам показать, как смотрится штора Виктория. Вот здесь ее повесили. Очень удобно. То есть, именно вот так она идет и в упаковке. Висит она на ленте, на двустороннем скотче. И все, любую расцветку какую ни взять, они все просвечиваются. Но могу сказать, что такая красивенькая для декора. От цвета она защищать точно никак не будет. Стоит такая штора 283 рубля. Цветовая палитра разнообразна. И давайте посмотрим, покажу поближе размер. Есть, кстати, красивый вот такого плана. Она тоже такая просвечивается, но не такая сетчатая, как висит на витрине. Вот как крепится легкий монтаж. Указано липучкой и двойной скотч. И размер у нее 60 на 120 сантиметров. Сразу скажу, что отзывы хорошие. Но все, абсолютно все писали мне, что этот легкий монтаж не очень хорошо ее держит. И дополнительно приходилось всем крепить. А вот расцветки очень красивые. И светлые, и темные, и черные, и белые, и коричневые, и бежевые. Все есть. Также были вопросы вот по этим картинам. Это картина для раскрашивания по номерам. Спрашивали, идет она одна или полностью с комплектом. Там краски, все дела. Нет, друзья мои, такой формат большой здесь. Только идет вот такой вот раскраской. Только книга стоит 201 рубль. 340 на 485 размер. Ну, достаточно большая такая раскрасочка. То есть краски должны быть, да, свои. Только книга идет, входит в эту стоимость. Могу сказать, что есть и для деток, и для взрослых найдутся раскрасочки. Поэтому посмотрите. Здесь вот Макси постер. Раскрасть сам какие-то мультяшные персонажи. Ну и выбор вообще есть. Еще одна новинка. Это вот такой автопарфюм. Гелевый стабилизатор запаха. 300 грамм в этой упаковке. Под сидение автомобиля. Его необходимо использовать. Стоит 124 рубля. Вижу, что есть разные ароматы. Здесь в данном случае сочное яблоко. Аромат морского бриза. Черешня. Сочная черешня. Нигде тоже их еще не видела у нас. Добрались мы с вами до посуды. Давайте посмотрим, что здесь есть в продаже. Вот такие фужеры с рельефным таким материалом. 340 рублей. 335 миллилитров каждый бокал. Здесь есть упаковочка открытая. Давайте посмотрим вместе. Тоже нигде еще не видела у нас в магазине. Могу сказать, что выглядит классно. Легкий такой какой-то оттеночек синего цвета. И вижу, что они только синие. Но могу сказать, что за такие деньги за 6 штук сразу. По-моему, это даром можно сказать так. Производитель указана Владимирская область. Гусь хрустальный. Это стекло. Набор кастрюль «Хозяйка». 1128 рублей. На 3 литра и на 5,5. Эмалированные данные наборы. И в набор входят сразу две кастрюльки. Как вы поняли, уже по литражу я сказала. Здесь очень красивые, сочные клубнички. Разные они по светофорам. У нас по расцветкам. И рисунок с двух сторон получается. По качеству могу сказать, что качество неплохое. Среднее, наверное. Нужно смотреть просто, чтобы не было сколов. Но здесь вот коробов много. И это все именно эти наборы. Поэтому думаю, что не будет проблемно выбрать какой-то хорошенький свой. И также еще редко как-то мне встречались вот такие миски эмалированные. 24 сантиметра по 182 рубля. Объемом они на 3,8 литра. Есть, конечно, ручка, которая прикручивается. Мне они редко встречаются именно в белом таком цвете. В основном у нас они желтенькие везде. Ну а здесь они есть в белом. Насчет ручки можно уточнить. Обычно они на кассе выдают. Но, в общем, можно это узнать. Сами миски по себе. Качество, я смотрю, не очень хорошего. Есть какие-то, знаете, сколы на данном покрытии. Но все равно можно найти вариантов. Здесь много. Когда есть выбор, все равно можно найти что-то хорошее и свое. Сейчас посмотрим, кто производитель. Давайте крышку сами снимем. Она не тяжелая, большая. И, конечно, сейчас посмотрим, кто производитель. Вот внутри как все. Здесь сколов, например, нет. Есть немножечко неточности, как прокрашен этот голубой бортик. Но я думаю, что за такую цену это не столь критично. Давайте смотреть. Китай, конечно. Но все равно мы должны были в этом с вами убедиться. Сама по себе она не очень тяжелая, а очень комфортная, скажу вам так. В большом ассортименте здесь есть наборы посуды от Luminark. Это столовый набор. 1113 рублей. Сразу выставили его, чтобы не вскрывали все коробки, что всегда очень удобно. Приветствуется, например, мной. Давайте посмотрим. Суповые тарелки. Тарелки десертные и обычные обеденные, побольше которой диаметром. Также сюда входит еще большой один салатник. Красивое дымчатое стекло. Luminark это очень хороший французский бренд. Сразу хочется отметить. А чуть-чуть дальше у нас есть еще набор посуды в белом цвете. Стоит он 1255 на 18 предметов. Здесь уже тарелки десертные. Тарелки вот такие вот обеденные. И вот такие вот просто обычные белые красивые стандартные чашки. Кружечки. Смотрите, что сюда привезли. Тарелки глубокие суповые. 22 см в диаметре на 800 мл. По 39 рублей. Вот такие прозрачные, которые мы с вами видели. Десертные. Появили здесь производитель Паша Бахче. Это на 3 кальций силикатное упрочненное стекло. И появились еще глубокие обеденные тарелки. Десертные, кстати, тоже здесь есть. По 35 рублей. Вот только посмотрите, сколько здесь домашних вот этих мягеньких тапочек. По 294 рубля. Теплые. Как мужские, так и женские. Я вам говорила, что хотела купить сама такие. В подарок, да? Но не нашла. А здесь, посмотрите, какой хороший выбор. В общем, если они вам нужны, вы в городе Курск, смотрите, здесь их красивый бежевый оттенок. Они очень мягкие. Кто покупал, все остались довольны. Удобно одеваются. Мягенькие. Мужские модельки есть. И по цветовой палитре они также разнообразны. Что касается размера, то на данный момент здесь указано 37, 45 и 41. Хотя вот 39. Я думаю, что можно смотреть с 37 по 45. Ну, здесь они просто и мужские, и женские сразу. Еще один товар, который почему-то у нас по городу только в этом магазине Светофор. Это комплект домашней одежды с принтом, джемпер и брюки. 100% хлопок. Размер 46,56. 362 рубля стоит. Могу сказать, что здесь есть с футболочками наборы. И по качеству они очень хорошие. Действительно приятные на ощупь. Здесь такой какой-то хлопок. Разные штанишки интересные есть по цвету. Вот я несколько просто достала. А их огромное количество здесь. Наверху они на резиночке. Ну, все как и положено в домашней одежде. Чтобы нигде не давило, не тянуло. В общем, обидно, что только здесь, в этом магазине. Хотелось бы их видеть. И в других у нас Светофорах. Смотрите, какой оттенок красивый есть. Давайте покажу поближе вам, кто производитель. Сделано, конечно, в Узбекистане. 100% хлопок. Стирается указано, что при 40 градусах. Ну, в общем, присмотритесь тоже за две вещи сразу. 362 рубля. По-моему, это супер. Также еще хочется показать вам классную находку. Это пижамки детские по 150 рублей. Кофточки с длинным рукавом. И штанишки. Всего лишь 150 рублей. Вот он ценник. Указан возраст от 3 до 9 лет. Цвета есть, как видите, тут разнообразные. Просто я особо не стала здесь все рыть, скажем так. И нашла, что на поверхности, чтобы именно костюмчиком вам показать. Рисунки яркие. Есть, конечно, не только белые кофточки. Это нам сейчас с вами так попалось. Могу сказать, что в целом мне очень нравится качество. Во-первых, есть на штанишках и на рукавах, на кофточке вот такие манжеты. Это очень удобно, что не будет задираться ни кофта, ни штаны. И какие, знаете, даже пижамы-домашние костюмчики детские. Хорошее качество. Присмотритесь обязательно. Новинка у нас в холодильнике. Появились крабовые палочки. Сразу 500 грамм. Мороженое. Ценник вот вижу. По 64,40. Раньше были упаковки только, которые по 200 грамм. По 25 рублей. Сейчас еще вот такие вот большие. Только их получили. Видела, что выкладывали. А вот они как раз рядышком лежат маленькие. На сегодня свой обзор я буду заканчивать. Спасибо вам большое за ваше внимание, за лайк, за подписку на канал. До новых встреч. Всем пока.